МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считаете, что в Крюмруге нечем заняться, кроме дворовых посиделок и походов в пабы? Вы глубоко ошибаетесь. Гонки, дискотеки, интеллектуальные игры, тематические вечера и никто... А-а-а-а-а-а! Об этом сегодня в проекте Городская среда. Вечер в хату. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социальные сети, виртуальная реальность, огромное разнообразие гаджетов. Мир захватили IT-технологии. Молодежь реже выходит на улицы, спальные районы с наступлением темноты затихают. Активные ближе к ночи все же перемещаются из периферии поближе к центру. На соцгороде и площади освобождения выбор ночных заведений зашкаливает. От скромных кальяных до громких дискотек и караоке-баров. Именно с этих страниц начинается каталог ночных развлечений Красного города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе около 10 ночных диско-клубов. Но символом типичного Кривого Рога по праву можно считать Светошин. Руководство позиционирует заведение как ресторан-кафе-караоке. Но все мы знаем, что здесь можно и потанцевать. Эта ресторация с 20 века сводит с ума патимейкеров нашего города. Топли с полден, с караоке и танцы до рассвета. За более чем 15 лет практически ничего не изменилось. Регулярно проводятся девичники и тематические вечеринки. Единственное место, где посетители за 30 будут чувствовать себя органично. Там, где алкоголь и веселье заставляют забыть про толковую народную истину, утро вечера мудренее. Строгий дресс-код, фейс и эйдж-контроль присутствуют. Хулиганы, дебошируя в спортивных костюмах, останутся за дверью. За 50 гривен мир головокружительного безрассудства открыт для всех. Так как полденс начал развиваться стремительно. Раньше, конечно, было очень-очень тяжело, потому что все путали его со стриптизом. Стриптиз – это эротика, а полденс – это спорт. Это все-таки ночной клуб, это все-таки развлекательная программа. То есть нужно внести нотки женственности в танец и немножечко украсить эротикой. В караоке-барах танцевальные способности уже не имеют никакого значения. Ровно так же, как и вокальные. 18 тебе или 40, трезвый ты или нет, петь здесь никто и никогда не запретит. Караоке в Кривом Роге есть практически в каждом районе. В большинстве своем заведения работают до самого рассвета. К нам уходит разный возраст. Это и мужчины, и женщины, которым далеко и за 40, и за 50. У нас очень много пар знакомятся в нашем заведении, после чего даже здесь отмечают свои свадьбы. Очень многие здесь знакомятся. Песни, танцы, дворовые посиделки и походы в круглосуточный отдых, несомненно, на любителя, правда? Как думаешь, в Кривом Роге можно отдохнуть интеллектуально? Да-да, можно. Пойдем покажу. Активная молодежь, которая постылили дискотеки, компьютерные игры, бессмысленное перелистывание ленты в социалках, еженедельно собирается под одной крышей. Нет, не курят кальян и не пьют, а играют в карточные игры. Ловкость рук, скорость, сообразительность, хорошая память и зоркий глаз – это все, что необходимо для участия в интерактивах. Компания разбивается на группы и стартует. Манчкин, Дикси, Цвинтус, Взрывные котята, Замес, Добль – каждый раз в коллекцию добавляется новая игра. Создатель клуба настольных игр «Бегемот Геймс» – всем известный Вадим Дзякевич. Цели преследуют исключительно благие. Мечтает в будущем создать антикафе, где посетители будут платить не за выпивку, а за время, проведенное с пользой. О, мое, я не знаю, что это такое. Молдый. Конь! Ау! Ау! Опа, твоё, смотри, мне моё. Спасибо, да. Хочу, чтобы люди вылезли с онлайна. Потому что люди постоянно просиживают время в интернете, играют в те же самые настольные игры, гоняя монстров, по подземелям бегают, дерутся с динозаврами. Это все есть у меня в карточном варианте. То есть можно прийти с друзьями, сесть за стол, общаться, смеяться, не сидеть вот так вот за ребятером. Флот стоит 25 гривен, допустим, пришло 10 человек – 250 гривен. Я покупаю новую игру, и каждую неделю обновляются игры. То есть каждую неделю новая, новая, новая. После мозгового штурма и плотских развлечений неплохо было бы побеспокоиться об облике внешнем. В Крюмроге нет ночных салонов красоты, броу-баров, маникюрных, педикюрных и косметологических центров. Но нам удалось найти исключение. Привет, ребят, а можно постричься? Действительно, в этой стирюльне работает только с густой мужской щетиной. Женщинам здесь, конечно, рады, но обслуживать их не станут. А вот из парней сделают настоящих мужчин, побреют и постригут по последнему слову модных тенденций. Андеркат, Канатка, Гитлерюгент, Мистер Кул – разнообразие трендов зашкаливает. Я как бы такой человек, который сторонник работать с вечера и до утра, чем наоборот с утра до вечера. Поэтому мои двери открыты всегда и практически круглосуточно. Очень много таких ситуаций, когда приезжают люди, у которых есть минимальное окно, которое проездом через Кривой Рог у кого-то поезд, у кого-то самолета, и есть буквально там минимальное количество времени, час-два. И это может быть в любое время суток. Поэтому стрижки, бритье ночью – это как само собой. Когда сон не идет, энергия переполняет, а автомобиль томится в гараже, у вас есть все шансы попасть на еженедельный загородный слет автолюбителей города. Автоклубы, драк и стритрейсеры или просто владельцы четырехколесных – неважно, в компанию примут всех. Есть в этом ночном развлечении свои маленькие плюсы и большие минусы. Во-первых, гонки нелегальные, специально отведенного места тоже нет. Загородные трассы, по которым гоняют рейсеры, незакрыты и зачастую имеют встречное движение. Поэтому риск максимален. А также неорганизованность из-за отсутствия средств на развитие. Плюсы – молодежь горит своим увлечением, общается и набирается опыта экстремального вождения у чемпионов. Организовывает автоклубы и стремится вывести этот спорт на уровень официального. Трех мотора, вискшин и запах бензина. Если все это заставляет ваше сердце бешено колотиться, то добро пожаловать на гонки по-криворожски. Сбор в назначенном месте после тесной колонны до места назначения. Самые смелые стартуют первыми. Это все происходит нелегально. Во-вторых, хотелось бы очень сильно, чтобы в нашем городе выделили площадку, хотя бы пару километров, чтобы это было ограждение, чтобы это было все безопасно. Сделать платный въезд, платный вход. Пускай приходят зрители, смотрят. Гонщики будут приезжать, будут гонять, но это будет безопасно. Сталкиваемся с такими трудностями, как полиция. Приехали, разогнали, ну а что делать? Полиция не заставила себя долго ждать, прервав второй заезд. На этом гонки не заканчиваются. Автолюбители разъезжаются и ищут любую возможность погонять по опустевшим объездным и загородным трассам до наступления холодов. Зимой по скользким дорогам не до скоростных заездов, но те, кто не спят, выход находят. Менее экстремальный, но не менее красочный квест «Трайд» для велосипедистов. Это командная интерактивная игра для владельцев двухколесных в ночное время с элементами логики, драйва и адреналина. Проходят такие по заранее продуманному сценарию, задействованием большого количества игровых персонажей, агентов. И реквизита. Практически в каждой игре присутствуют локации заброшенных объектов. К примеру, недостроенный учебный корпус клуба юных моряков. Помещение швейной фабрики, забытые бомбоубежища, театры и больницы. Игроки разгадывают головоломки, проявляют невидимые чернила, подбирают ключи к ларцам и многое-многое другое. Ночью такие места выглядят таинственно и немного жутко. А вот если нет ни прав, ни собственно железного коня, можно выехать на ночную экскурсию отвалами. Владимир Казаков совместно с Институтом развития города ввел эту приятно-полезную активность в 2012 году. Сам не ожидал такой популярности. К 2016-му на ночной город с высоты птичьего полета изъявили желание посмотреть сотни человек. С бурщицкого отвала огненный город, как на ладони, нереально красив. Промышленные виды, невзрачные днем, ночью выглядят потрясающе. Если ты днем видишь контуры объекта, то ночью ты видишь только огни какие-то определенные. Но очень четко видны светящиеся улицы. Причем разными огнями, желтыми, какими-то такими голубоватыми. Мы придумали такую игру для людей, то есть узнай свой родной город, но ночью. Причем делали такие небольшие подарки, викторина начиналась. Люди начинали угадывать. Кто-то увидел светящуюся Георгиевскую колокольню. О, магазин Фокстрот там какой-то виден. Виктория Плаза видна оказалась. Что думают криворожане о ночном отдыхе? Что нового хотят внести в жизнь города после захода солнца? Куда могут пойти, если совсем не хочется спать? Вот вам несколько пожеланий, рекомендаций от сознательных горожан. А вообще для нашей молодежи было бы неплохо открыть такие больше, знаете, культурных заведений в плане каких-то общих, возможно, там библиотек, секций, в которые мы могли бы посвечать и развиваться совместно и общаться. Чтобы вышел, да, ты на Карломарс, прошелся по лейке и смотришь не с пивом сидят, а с книжкой, с толстым, с войной и мир. И читают, и читают. Да, девушки, не надо ходить по дискотекам, искать бородатых мужчин и с ними проводить досуг. А читайте, читайте, ведь это очень полезно. Диджей Аксель, наш криворожанин, уже как несколько лет обитает в Китае. Жил в разных городках Поднебесной и сейчас остановился и работает в Тяньцзинь. С высоты небоскреба, в котором Роман арендует жилье, видно, этот город никогда не спит. Еду готовят, продают и покупают здесь круглосуточно. Транспорт не прекращает движение ни на минуту. На часах за полночь автобусы и экскурсионные авто собирают пассажиров. По улицам ходят торговцы, предлагая разную всячину. Покупаем. Назревает вопрос, когда же китайцы работают и спят, если днем и ночью они ездят, тусуются и развлекаются. 24 часа в сутки в Тяньцзинь открыты массажные салоны, магазины и закусочные. Дискотеки на каждом шагу работают, а не ежедневно и до самого рассвета. Make some noise! Это все, что удалось мне показать вам незначной жизни и города Тяньцзинь. Меня зовут Роман Семенченко. Я передаю привет всему Кривому Рогу и Инне Данчиной. Большой пламенный привет. До новых встреч! Давайте будем честны. Мест, где в Кривом Роге можно провести темное время суток с пользой, раз-два и обчелся. Для того, чтобы разнообразить наш ночной город, сделать его более ярким, красочным и полезным для жаворонков и сов, мы предлагаем совершить несколько шагов навстречу ночной инфраструктуре. Пустить специальные ночные маршруты, которые будут работать до утра, и следовать через весь город. Продлить график работы некоторых салонов, парикмахерских и магазинов. Хотя бы несколько раз в месяц оставлять библиотеки и кинотеатры открытыми до утра. Для ночных гонок отвезти закрытую территорию, чтобы участники и зрители чувствовали себя свободно и безопасно. Когда город засыпает, просыпается мафия. Орудуют банды, хулиганы, воры и мошенники. Абсолютно каждый может стать их жертвой под покровом ночи. Поэтому не стоит недооценивать риск прогулок по темным неосвещенным улицам в одиночестве. С вами проект «Городская среда». Доброй ночи. Берегите себя. КРИКИ Смотрите в следующем выпуске. Город экстремальный. Вейкбординг, скалолазание, ходьба по стропам, прыжки с моста. Как и где взбудражить кровь горожанам, выплеснуть адреналин и остаться при этом в живых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова